Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о молитве. И недавно меня спросили, как лучше молиться? Молиться своими словами или брать какие-то канонические молитвы? Потому что, с одной стороны, когда мы молимся своими словами, это идет от сердца, а что-то такое каноническое, оно как-то делает это формально, говорят одни люди. Другие люди говорят, что, знаете, вот у меня не хватает слов для того, чтобы обращаться к Богу, мне легче взять какие-то уже готовые молитвы. И третьи говорят, знаете, вот у меня, я как-то переживаю, что я, может быть, не того чего-то попрошу или как-то неуважительно к Богу обращусь, поэтому я беру какие-то молитвы проверенные. Давайте поговорим немного на эту тему. С одной стороны, конечно же, очень важно в молитве, когда она идет от сердца, когда мы делимся своими чувствами, переживаниями, когда мы, знаете, как-то напрямую обращаемся к Богу, открываем Ему сердце. С другой стороны, есть люди, у которых более близкие отношения с Богом. То есть, в чем цель молитвы? Это общение с Богом. Мы хотим, ну, помимо того, что мы хотим как-то решить свои какие-то проблемы, ну, это, во-первых, конечно же, это отношения. Вот. Потому что без отношений, ну, невозможно, никакого эффекта от молитвы не будет. И, соответственно, здорово, когда это идет от сердца. Но, с другой стороны, есть люди, у которых есть более близкие отношения с Богом. То есть, более доверительные отношения с Богом. И когда они обращаются к Богу, то эти молитвы, они, как сказать, более эффективны. Они более, как-то, более личностные. Более личностные отношения с Богом. Поэтому те, кто особенно начинает в молитвенной жизни, должны, несомненно, это должно идти от сердца. Вот. Но, с другой стороны, здорово, если мы воспользуемся опытом тех, кто знает, как правильней, как эффективней, как более личностно к Богу обращаться. Почему бы не взять их опыт? Но, единственная вещь, этот опыт нельзя брать, ну, механически. Это не просто вопрос, мы взяли какую-то молитву, зазубрили ее, и, знаете, как на автомате повторяем. Нужно в эту молитву вжиться. Нужно прочувствовать ее. Нужно понять, о чем там говорится. Хорошо бы, чтобы кто-то объяснил эту молитву. Чтобы мы могли не только правильно обратиться, но еще и правильно, правильные вещи просить. Я сейчас говорил и вспомнил одну историю, ну, анекдот небольшой, про одного брамана, святого человека, который занимался духовной практикой. Он был семейный человек, но вот все время свое он был поглощен тем, что изучал Священное Писание, молился, искренне практиковал. И в какой-то момент он получил благословение. Небеса разверзлись, и голос сверху сказал, я исполню три твоих желания, что ты хочешь. Этот браман, не подумав, как-то так вот, первое, что пришло ему в ум, он сказал, знаете, я, знаешь, Господь, я постоянно вот изучаю, как-то вот погружаюсь, и периодически кто-то меня беспокоит. Вот моя жена начинает тут убираться, тут начинает как-то шуршать, и вот можно сделать так, чтобы она меня не беспокоила. Раз, и жена исчезла. И браман, ну, уже тихо, с одной стороны тихо, никто не шуршит, но с другой стороны паутина везде стала появляться, еда перестала готовиться, ну, и все остальное. И он понимает, что как-то он погорячился. И он сказал, а можно мне второе желание? Говорит, да, что ты хочешь? Я хочу, чтобы она вернулась. И появляется жена, и она все начинает делать, все как раньше. Он терпеливо сносит все, что связано с шумом и еще чем-то, что, ну, как в семейной жизни бывает. Он понимает, ну, да, это все так и должно быть. И тут раздался голос сверху, говорит, ну, третье желание какое. И он очень задумался, потому что вот он просил первое, второе, и то, и другое было, ну, как-то несовершенно. И он, наученный таким горьким опытом, он сказал, а можно сделать так, как ты считаешь нужно? Я уже не доверяю себе, я доверяю тебе сделать так, как ты считаешь, будет для меня благо. Я нашел для вас один интересный стих из Шримад Бхагаватам. Этот стих, это молитва одного святого царя. Интересно, что святые не только отшельники, раньше были раджа-риши, это святые цари. Этот человек, хотя он обладал огромной властью, империей, у него были жена, дети. Он занимался всеми этими мирскими делами, но при этом он был очень, очень таким верующим человеком, святым человеком. И в своей молитве к Богу, возвращаясь к нашей теме, то, как молиться, да, чтобы, знаете, попадать, чтобы это было ближе, чтобы это больше нравилось Богу, вот эта молитва как раз этого человека, он получил откровение, то есть он на его молитвы Господь отвечал. На самом деле эту молитву он произносит, когда вот как раз, возвращаясь к небесам, которые разверзлись, да, Господь спросил, что ты хочешь, я исполню любое твое желание. И в ответ на эту просьбу Махараджи Притху, этот раджа-риши Махараджи Притху говорит, о мой Господь, находясь во власти твоей иллюзорной энергии, живые существа в материальном мире забыли о своей истинной природе. И в невежестве своем, то есть не понимая кто, ничто, они в невежестве своем, они постоянно ищут материального счастья в мирском общении, дружбе и любви. То есть люди, забыв о своей духовной природе, они ищут единственное прибежище в мирских отношениях. Я сейчас не то, что этот человек отрицает отношения, он сам, у него жена, дети, царство и все остальное, но просто этот человек не ищет вечного счастья в этих отношениях. То есть у него правильно расставлены приоритеты. Он говорит, люди, поглощенные в иллюзию, они ищут вечного счастья в этих временных вещах. Поэтому, пожалуйста, говорит он, не проси меня принять от тебя материальные дары. То есть тот ему предговорил, я любое твое желание исполню. Он говорит, не проси меня принять от тебя материальные плоды. Вместо этого, как отец, который делает для своего сына все необходимое, не дожидаясь, пока сын попросит его об этом, даруй мне то, что, по твоему мнению, принесет мне истинное благо. Очень классная аналогия с отцом. Вот представьте, маленький ребенок и отец. И вот маленький ребенок, ну что он понимает, что ему нужно? Он же будет просить этих секстиллион машинок. Ну что дети просят? Ну вот такие детские вещи. Ну зачем ему это надо? Он просто глупый, ничего не понимает. Даже если он начнет придумывать, что бы ему хотелось, ну что он придумает своим маленьким, неразвитым мозгом. Но отец более опытный, который о своем сыне переживает больше, чем сам этот сын. Он уже думает о его будущем, о том, о его карьере, обо всем остальном. Он переживает за него очень сильно. И он знает, что можно ему дать, что будет лучше для него. И вот Махараш Притху здесь просит, вместо того, чтобы просить, чтобы давать мне, ну спрашивать мне, что я хочу материального, ничего я не хочу сам по себе. Я чуть не того подпоршу. Чем-нибудь такого, что мне еще хуже сделает. Вместо этого, Эдди, доверяй тебе как отцу, как отец. Подумай о том, что будет с точки зрения каких-то благ материальных для меня лучше, для моего развития лучше. И дай мне то, что ты считаешь для меня важным. Вот молитва. Это один из примеров. Я думаю, что есть у вас наверняка есть много молитв в зависимости от той традиции, в которой вы находитесь, произнесенной святыми людьми. Вы можете брать эти молитвы, но обязательно вдумывайтесь в эти молитвы. Обязательно не механически, а присоединяйтесь к тому, что в этих молитвах говорится. И тогда эта молитва, с одной стороны, будет идти у вас из сердца, она будет естественной. А с другой стороны, она будет принимать правильную форму, ту форму, которая, с одной стороны, ближе, приятнее для Бога. С другой стороны, там проверенные просьбы. Вот именно то, что будет, как сказать, экологично, то, что будет благом, по-настоящему благом для нас.